мой фильм об этом обалденном путешествии которая к сожалению из-за сильного ветра и отсутствие этого час получше стала дырка голубое небо из-за отсутствия в общем погоды не совсем как говорится удачная плюсами видите у нас с людьми тяжело масса встречается людей которые ну просто тяжелые на голову но тем не менее если вам интересно дальневосточная природа путешествия приключения смотрите кто увидел сейчас в горах снег в начале тому как говорится мой респект за большой экран и так висячий мост река силенка 31 мая как я уже говорил ввиду того что буст затупил да и финансирование было обломано ну потратиться на хорошие камеры не удалось и микрофоны поэтому будете наблюдать вот так вот сейчас у нас завтрак хоть и поели плотно ну почему бы вот вчерашние оладушки которые вчера не получилось их часть термоса что можно накипятить воды взяли горелка есть ну как бы почему нет а с медом с приморским медом спасибо кое-кому кто мед привез согревает хорошо на мост я позже скажу поснимаем уже солнца дождусь все таки кто хочет посмотреть виды мостах можете на буст тесты самоката тут был экстремальный проезд на самокате это я ездил на полную как говорится катушку на обгрыженном самокате на киловатт ники то есть вот этот мост я преодолевал потом там горы уезжал еще дальше по той стороне уже получите наслаждение там больше часа видосов летних причем августе месяце хорошую погоду блин но мы рыбачить у нас тут все цигель цигеля лью потому что уже неделю собираемся вторую все никак то погоды не было то блин техника барахлила вчера например то удача отвлекал сейчас все все при нас уже ну вот еще одно место опробовано горят тут несколько дней назад хорошего вытащили килограмма на 3 вот сегодня чё-то тихо вот на тот носик надо сходить но это надо на ту сторону перебираться через мост буду выбираться ох опасно это вот была насыпь и вот половодие все тут как ее свернула держаться надо да куда бы стартануть я заходил отсюда а сейчас мне обратно ой блин в общем знакомые информация снабжают чё как ну интересно короче красотища вон он мост ниже пора наверно к огню костру сходить сменить смену блин вахту что-то придумать вообще обалдение можно слушать пару дней потом правда глюки начнутся журчащую воду вот этот вот запах дыхать потом конечно шум водопада грубая шум воды он потом уже конечно утомляет но поначалу прям после городской хренаты после техногена вот этого безумного после неадекватов в интернете там которые комменты пишут после всякого кидалово просто жизнь погружаешься забываешь про эту серую реальность неживую испытываешь просто единение с природой и главное вот было наводнение да вот песок замыло всякие стекла который с прошлого года кое-что осталось но это больше свежая похоже короче вахту сдаем смену вот дрова пока есть сейчас похвастаемся нашим костерком че ломать нормально ну ты вообще раскачигарила души хары такой прям обалденный короче одна поклёвка была вы здесь на плёсе не сильно небольшой какой-то леночек и все там воловой володя говорю коля говорит вытащили дня три назад хорошего вот ну там зацепы там плиты лежат зацепы короче сейчас кинуть кидать надо с другой стороны короче противоположные как-то мужик вытащил между плит ну просто может повезло нам на воблер он зацепил еле отцепил на воблер там может хорошо короче предложение вон перейти на ту сторону сотри вот в одессом так вот эти кого-то вот там вот покидать вот за три хотел contributes под вот она прям где вот и под деревьевluk до визойти вот острова с этой стороны туда проекты на матери а потом дай она выходит сюда покидать ну и так вот пройти вдоль нее у admitting просто на везение на дурака на тролли больше пока ну лишь пока погода не сменится ветер давление меняется рыба блин тупит спасибо как говорится апгрейду сел и доехал за полтора рубля так что самокат один на продаже торопитесь кто хочет кайфу такого походного природного это чтобы держать за крышку отогнуть надо вытаскивать как и разверни наоборот ветер портит все удовольствие кидаешь блесну ее начинает сносить нафиг по непонятной траектории вот говорит 8 утра погода поменялась так что если кто-то ночевать думал не было комфорт ветер стал сумасшедшим каким-то с порывами он сдувает как костер выгорает мах ну что пошел на другой берег рыбачок удачи пытать вон там он ходит если видно одно увеличение вон там я мы пошел проверять а я пойду схожу на мост сниму вам мост сразу хотел сказать кепка супер короче главное вот у нее завязки не сдуваемая короче это вот подписчик канала мне президент сделал охренитель кучу всякой снаряги спас жилет кепка полет просто от всей души от всего сердца такой подгон чтобы слезы прямо от это самое расстроган короче тем более вот уже опробовано все в реальных условиях трудовых боевых вот какая-то банка прибыла пивная но это свежие а так принципе еще никакого нет техногена людей практически не было но даже сейчас беседовал с рыбачком со старым знакомым дедушки как бы горит вообще глушняк пара человек пробегала и все не за сегодняшний день а за неделю каждый день ходит когда дождя нет так возвращаемся значит сюда выходим по тропинке на мост по дуванчики вот даже можно питаться делать салат с одуванчиков немножко редисочки добавить немножко укроп чека немножко картошечки масло и будет блин салатец вполне себе можно так есть сердцевина вкусно от рака кстати от онкологии очень неплохо сейчас они собственно тут никакого кольца тетс но тетс на газе поэтому никаких выхлопов таких нет особых ухты видя кассеты кто-то смотрит я далеко конечно от базы уходить не буду горьким опытом научен вот яма охрененная с этой река сумасшествия вот сюда мы покидали ничего нет но с утра еще до того как дождь начал херачить вот хорошая яма тоже да можно зайти бы это я потом попробую сюда зайду покидаю перед отъездом мужик когда кастерок разве я все жду что солнце появится его все нет ника не хочет она появляться вот яма хорошая но она главная яма без течения там это газопровод проходит тут совсем мелко тут можно были перейти 90 процентов реки блин меньше чем по колено только вот основное течение где бурная вот она под берегом да мелковато мелковато прямо на широченная пойма и мелко там вот интересно ну да вот здесь хорошая яма за плитой вот там на повороте тоже интересно малую воду зато хорошо все видно тут кто-то на машине подъезжал качает как мост на ветру он немного как бы подвесной и у него есть какой-то люфт вот определенный вот он колебания такие низкочастотные а там вот домики это еще окраина город дачи частный сектор ветер дует поэтому не так четко слышно микрофон великая русская река силенка дальний восток ну на ту протоку замыть у я не пойду там он ведь смытые изменила русло сейчас и протоки не стало свай а то она била прям под тот берег то есть река так гуляет живая пару лет в один берег потом поворачивает меняют русло вот выворачивает огромные деревья все это легко причем абсолютно как смесившийся какой-то когда стихия когда циклоны тут и льет неделями ливень проливной ну а это вот техноген город перестала холодно так чуть-чуть топят на собственных даже не видимо у них профилактика даже на счет выработки электроэнергии электроэнергии до френа поэтому притормаживают газ экономят ну тут проехать можно только на бульдозере на горном велике или на нашем самокате были как он измахрачено все на машине я сомневаюсь сильно рыхло грунт но народ вот кастрюж бьет да народ тут иногда появляется видимо такие же бродяги как и мы тут романтики может кто-то посмотрит этот вид вид видос да приедет сюда откуда-нибудь подмосковье купит билет скажет елки-палки надо по стране попутешествовать буду очень рад короче экскурсии дешевле чем в питере тут за 1000 рублей вам такие красоты покажу что вы охренеете просто рыбалки не обещаю потому что рыбалка дело фарта как ни круто можно иметь самое крутое снаряжение и ни хрена не получится и в то же время также ровно наоборот взять вот срезать какую-нибудь палочку удочку первую попавшиеся червяна копать вот здесь вот и привести были ведро хариуса блин или линков крупных как говорится это все загадка однако стало чуть-чуть потеплее градусов на 5 по сравнению с тем как было утром можно вот даже босиком походить камушки немного но прогреваются не сказать что уж прям как бы теплый жаром пышу уже и не холодный принципе умеет помолить всякую гадость сгора сжигаю лепота так он уже протралил ну что как успехи ничего нету судя потому что пакет для рыбы пустой нас ничего нету но погода погода конечно огорчила немного вот ветром кидать неудобно и она там непонятно вот человек рыбачий там на эти самые глухо на удочку на трючки и на блеск тоже нифига а как у вас рыбал сегодня 31 мая вот отсюда вид на вышку вы трудился я когда-то там пахил никого не трогал но решили нас сокращать видимо много мы жрали кому-то не понравилось что мы работали смену сутки через трое решили нам интенсифицировать процесс короче а для того чтобы интенсифицировать как упырей принято надо кого-нибудь сожрать сократить но я так посмотрел на нервных пенсионеров которые там за сердце хватались думаю ладно бабушек нервировать и ушел короче по сокращению у тогда еще соцзащита было еще можно было денежки получить как говорится сейчас уже такого не уйдешь вот это я был генерал телерадиовещание начальником смены к вопросу о том чего я могу и откуда у меня знание аудио и радио прочь у меня не давно и прочный профессиональный но разговор не о том это к вопросу про апгрейн тех же самокатов да почему он стоит 115 тысяч рублей они 50 или 40 там ну потому что потому что его вот ветром вот этим вот как мы ехали его не сдувает он в этот ветер 45 идет и нет проблем со встречным ветром не с попутным конечно сейчас там то нить хохмить ночью много я всяких хохмачей видал только они руками мало чего в основном языком руками могут только разводить рассказать какую они большую мали когда-то рыбу правда ни фотографий ничего нет а у меня подтверждение какую рыбу я поймал можете увидеть на этом канале да можете на ю тубе пошарить там я правда грубо говоря когда мы рыбачим там и водятся для меня сильно не хвастаюсь есть как говорится свидетели и проще участники соучастники соучастникам привет этого всего процесса увлекательно от которого адреналин так бахает сердце что потом у елки-палки приехавши вспоминаешь блины тоже коньячком это тормозишь что сильно она не это моторчик не перевозбуждался звездные песни бывают конечно и грозы и ливни и в горах непонятки помните как я снимал про приморья когда все висит в дожде в тумане ну это ветер странствий этот она его как говорится от этого его вкус горьше не делается от этого он только желание только интереснее тянет еще но вот дрон улетел поэтому этот простор я ведь сверху снять к сожалению не могу увы как говорится по части поддержки грустно блин кстати спасибо тем кто на буст 90 рублей закинул но пока буст их не перевел в общем то есть видимо еще полгода 7 месяцев и счете передать следующее ну ладно поэтому лучше кто хочет поддержать канал переводите напрямик на карточку до донаты делайте указаны и прочее прочее кто хочет потому что ну лето сейчас сообщением тяжело сейчас вот такое настроение плюс еще понимаете у меня тут скорбные дела кое-какие надо закончить с прошлого года поэтому они тоже как бы нагружают дай бог у вас никаких скорбных дел не было у вас было только вот радость солнце короче жизнь любовь короче все остальное все с вами был юрич это наверно финал сегодняшнего рыбой пока не пахнет то есть рыба будет нас ему отдельный сюжет просто сейчас мой придет как говорится я его сменю сменщик он придет чай пить с печеньками а я возьму пройдусь пушта речка здоровья туда еще километр можно спокойно спуститься по перекатам пробежаться вот такой веселый лет двенадцать ноль ноль тоже не грамотный да тоже не читает и дорожные знаки не смотрит движение запрещено имейте ввиду следующий раз пойдем вот